Есть краевая программа развития футбола, утвержденная губернатором края. Она действующая. В соответствии с этой программой через край спорт управления финансируется футбольный клуб «Динамо» и детская и юношкая спортивная школа «Динамо». В соответствии по реализации этой программы у нас подписано соглашение. Вы совершенно правильно заметили, что в программе и в соглашении стоит первое и третье место. Задачу эту клуб не выполнил. Но здесь самое главное, что руководство клуба и тренерский состав заявили, что ниже даже второго они не опустятся. Ну и не стали переделывать соглашение, раз оно было заранее подписано и так далее. В соответствии с действующими соглашениями и с нормами действующими, на сегодня оценку выступления должна дать краевая федерация футбола. Как известно, внеочередной президиум назначен руководителем Борисом Александровичем Трофимовым на пятницу, 8 июня в 15 или 16.00 с приглашением средств массовой информации. Если федерация краевая признает выступление недовлетворительным, она рекомендует учредителю ООО «Футбольный клуб Динамо» Барнаула, так как Краевому совету Динамо, и Управление Алтайского края по физической культуре и спорту, решить кадровый вопрос и так далее. В то же время поставить кадровый вопрос, опять же, в соответствии, имеет право и сам Краевой совет Динамо, и Управление по спорту, и футбольный клуб. Но опять же, эти кандидатуры в соответствии с соглашением, они должны проходить опять же через Краевую федерацию футбола, и она может рекомендовать для утверждения генеральным директором и тренским составом. Вот такая схема процедуры, ее нужно решать очень оперативно, потому что, ну, и заявка, да, 21 июня принимается. И я думаю, не столько еще дело в личностях и должностях, а у нас требует серьезной подготовки стадион «Динамо». На сегодня уже проблему эту взял на контроль губернатор Крайлсон Баданыч Карлин. Мы ждем соответствующих поручений на этот счет. Я думаю, будет под особым вниманием и контролем эта тема. Ну, так как основное финансирование идет через, из бюджета Алтайского края, это более 38 миллионов рублей, то занятое место, понятно, не выполнено. А если проревизировать и количество зрителей, тут и ревизировать нечего. Зрители мало ходят. Я их даже бы считать не стал, потому что там по нормам надо не менее трех тысяч, трех тысяч, конечно же, не набирается. И самое главное, качество футбола, оно раздражает болельщиков и так далее. И состояние стадиона в первую очередь требует. У Краевого совета средств как таковых особо нет, но здесь надо совместные усилия, потому что собственность федеральная. Краевой совет должен подключать администрацию города, потому что стадион в центре города. Там в программе есть газификация, подогрев сделан, тепло не подключено, это проблема. Есть проблема по санитарному состоянию. И надо вместе решать всем за интересы. И федерация футбола, и Краевая администрация в свое время средства давала, но особо встречных движений не было. Судя по позиции нового руководства Краевого совета «Динамо», пока верится в лучшее, что какие-то позитивные сдвиги будут. Ну и там был третий пункт, это 80% алтайских футболистов доморощенных. А я бы вообще за него сильно не цеплялся. Если бы клуб показывал качественную игру и сказал бы давайте в соглашении сделаем 70, мы бы на 70 исправили, я бы на 60 исправил. Но этот процент должен присутствовать, потому что основное, это, конечно же, чтобы наши воспитанники... Потому что когда не было соглашения, я помню, пришел Морозов, два алтайских осталось, остальных всех варягов привезли. Это мы проходили в Моторе, ну и куда наши все разбежались, по городам и весям, и так далее. Поэтому этот пункт не столько важен, я вам так скажу. Ходит же народ на Алтай-баскет. Там 4 алтайских игроков играет. Но народ ходит, потому что искренне многие здесь останутся, семьи создают и так далее. Но нарушений особо нет со стороны Динамо. Если брать весь состав, который они заявляют, они эту норму выдерживают. Но в норме не сказано, сколько должно на поле выходить. Поэтому они используют эти лазейки и так далее. Ну, вообще, конечно же, если убрать этот пункт, то это может плачевно закончиться для детско-юношеского футбола. И еще такой вопрос. Вот в этом договоре сказано, что команда, если она не наносит ущерб по репутации алтайского футбола... Хороший. Вот, да. Вот прокомментируйте, пожалуйста, это, ну и в соответствии с ситуацией. Значит, я скажу так, что плохое выступление при относительно удовлетворительном финансировании, это наносит ущерб репутации. Во-первых, дети ходят на стадион, смотрят, что зрителя нет, как о команде отзывается. Ну, здесь вспомните ставки тренеров на тотализаторе, это тоже ущерб и так далее. Там есть еще и общественный резонанс в договоре написан, да, пока он не на пользу. Рассказывал же у вас на программе Дворянкин, что как бы многие радовались, что как бы Динамо проиграет и пойдет смена руководства. Я считаю, что это пункты были правильные, и вот и результат.